Надоели обычные скучные базовые лонгсливы или водолазки, а давайте добавим к ним вот такие милые крылышки. На мне в начале видео было боди из кулирки с лайкрой, ну а дочке лонгслив я буду шить из трикотажа лапша. Она очень хорошо тянется, эта лапша именно 95% хлопок, потому что есть еще лапша с полиэстером. И так как эта лапша очень хорошо тянется, я взяла выкройку на два размера меньше, то есть у моей дочки рост 122, я взяла на 110 рост. И выкроила вот такие 4 полуовала, просто на глаз. Чем они у вас длиннее будут, тем больше сборочка будет и тем такие пышнее будут крылышки. Смотрите сами, по длине и по высоте. Хотите делать их более широкими, более узкими, тут на вкус и цвет. И начинаем, как обычно, с плечевых швов. Стачали и также стачали наши крылышки, отутюжили и будем делать сборочку. Длину и ширину стежка на максимум. И прокладываем строчку, не ставя закрепки. Тут будьте внимательны, лапша очень хорошо растягивается, поэтому немножечко поправляю ее, приподнимая лапку и продолжая строчку. Далее тяну за верхнюю ниточку и делаю равномерную сборочку. И тут опять-таки сборку делаем до того момента, как вы хотите. Хотите более маленькое или более широкое такое крылышко, тут уже смотрите сами. Ну я его уменьшила в полтора раза, вот у меня 10 сантиметров высота и 15 ширина. Далее прикалываем центр крылышка к центру нашего плечевого шовчика. И можно сейчас пойти на машинку и приложить строчку. Но я же буду сразу это дело соединять на айдролоке. Накрываю рукавчиком. В развернутом виде мы втачиваем рукав одновременно с нашим крылышком. То есть у нас крылышко зажато между рукавчиком и нашим лонгсливом. Кстати, выкройка, по которой я шью этот лонгслив, она бесплатная. Ссылочка будет, как всегда, в описании. Только там выкройка водолазки с высокой горловиной. Ну а я же сделаю обычную, как у лонгслива. Ну вот, крылышки мои тачены. Смотрим, проверяем, чтобы все красиво было, нигде ничего не заживало. И соединяем боковой шов одновременно с рукавчиком. Выкладываем вот так вот в ровную прямую линию и соединяем на оверлоке. И знаете, какой самый большой плюс у этой лапши? То, что края у нее не осыпаются и их можно не обрабатывать. Я просто прячу хвостик от оверлочной строчки в саму оверлочную строчку. И вот в этих местах я буду ставить закрепочку. Выбираю преривистый зигзаг, длину на 0, а ширину на максимум, чтобы она у меня топталась на месте. И вот такая вот закрепочка у меня получается. Ну и горловина. Сразу скажу, что с ней я немножечко накосячила. Обычно мы горловину как измеряем? Положили, как показано на видео, измерили горловину и умножили это значение на 0,75. Это стандартный коэффициент растяжимости. И полученное значение и будет длина нашей печки. Ну а ширина стандартная 5 сантиметров. Но если хотите высокую, как у водолазки, горловину, делайте, конечно же, там больше 15-20 сантиметров. Но я не учла, что лапша-то у меня тут не стандартная кашкорседа или рибана. Она у меня очень хорошо тянется. Поэтому горловина, посмотрите, какая получилась, расхлябанная. Поэтому мне пришлось распороть и убрать еще 3 сантиметра лишних. И притачать на оверлоке, хвостик спрятать в оверлочную строчку. И вот наслаждаться такой красивой кофточкой с крылышками. Очень, по-моему, здорово смотрится. Хотя обычный лонгслив, базовый, мне тоже очень нравится. И я вообще люблю такие вещи шить и себе, и детям. Шейте с удовольствием! Шейте с удовольствием!